Добрый вечер! Сегодняшняя наша встреча посвящена замечательному празднику, особенному совершенно празднику Шавот. До того, как начать разговор о законах, обычаях этого дня, давайте заднем сначала вопрос, общеглобальный вопрос, что мы собираемся праздновать. Отличие праздника Шавот от всех остальных праздников еврейского календаря, он единственный, которому дата не определена. Он привязан к счету Омера. Мы начинаем считать Омер со второго дня Песаха. И когда завершается счет 7 недель, 49 дней, то 50-е дни — это день дарования Торы, праздник Шавот. В те времена, когда установление месяца, начало месяца происходило в еврейском суде, согласно свидетельству очевидцев, которые видели, как рождается луна, праздник Шавот мог двигаться, мог быть 5-го севана, мог быть 6-го и даже 7-го. Нет ему точной даты, тогда как Песах, Суккот, Йон-Кипу, Роша-Шана — есть точная дата. И в праздниках, которые мудрецы наши постановили, Ханука и Пурим — есть точные даты. Что пришла нам Тора этим показать, на что она намекает? В одной из серьезных книг я видел, что автор ее хотел сказать, что намек здесь таков. Дарование Торы, оно не было когда-то и прошло, и мы сейчас делаем память о тех событиях, которые были тогда. Нет. Плавающая дата, она пришла намекнуть нам, что подарование Торы, оно и 5-го, и 6-го, может быть, и 7-го, и все дни, и часы, и минуты года. Мы постоянные связи Всевышние, и мы дарование Торы, получение Торы. Праздник Суккот, праздник Песах, мы празднуем их в память о тех событиях, которые произошли. Мы вышли из Египта во время Суккот, мы празднуем то, что Всевышний при выходе из Египта дал евреям шалаши, либо настоящие, либо облака почета, которых окружали, сохраняли, вели. И это события, которые были тогда, о которых мы вспоминаем. Праздник Шавод – это не память о том, что когда-то мы стояли на горе Синай. Это праздник о том, что у нас происходит дарование Торы каждый день и каждый час. Есть много различных философских аспектов этого праздника, этого Дня Великого. Немножечко, может быть, мы коснемся то, что связано с этой постоянной связью и постоянного получения Торы. Немножко позже, может быть, упомянем один из законов, который с этим связан. Но тема нашей беседы сегодня – это обычаи, законы этого дня. Поэтому я ставлю для вас изучать и продвигаться в понимании этого дня, что он нам несет, что мы идем праздновать. У праздника Шавод есть несколько названий. Праздник Дарования Торы, День Дарования Торы, это упоминается в Сидурах. В Торе он упоминается как праздник Шавод, то, что это связано с неделями, которые мы считаем. Со второго дня Песаха мы считаем семь цельных недель, считаем дни, считаем недели. После течения семь недель наступает этот день. Праздник Шавод. Еще одно название этого праздника – Хага Кацир. Потому что в это время, так примерно получается, по календарному году земледельцев происходит спор урожая Пакос. Еще одно название этого дня – это Хаг Абекурим. Хаг Абекурим, потому что в те времена, когда был храм, евреи приносили первые свои плоды, те, которые сейчас только выросли, из тех видов, которыми славится земля Израиля – гранат, финики, инжир, оливы и виноград, в лукошки приносили храм, давали Токоину, говорили специальный текст. Это Хаг Абекурим. Мишна в трактате Рошашана приводит несколько дат, которые являются в какой-то степени новыми годами. Так она их называет. Несколько новых годов есть в еврейском календаре. Рошашана Новый год – самый основной. Это ясно. В Ацерет, кстати, это еще одно название праздника Шавот, о котором мы поговорим, поговорим две минуты. В Ацерет судятся о плодах дерева. То есть это Новый год для плодов дерева. В этот день на небесах как бы заключается приговор, сколько мы в этом году получим плодов, насколько будут удачные урожаи, какая цена их будет в зависимости от этого. В этот день очень хорошо молиться о плодах всего года. В частности, есть, которые молятся о том, чтобы получить красивый кошерный трог во время сухота, который будет сейчас, в следующем году. В памяти об этом, о том, что это Иомбикурим, Рошашана, Ли Иланод, Рошашана для Пиро Тайлан, устанавливается, что этот праздник связан с плодами, с зеленью. А также еще по одной причине, что дарование Тары происходило на горе Синай, которая во время дарования Тары была невероятно красивой. Зелень, цветы, кустарники, деревья, все зеленело, все было невероятно красиво. В память об этом украшаются дома, синагоги растениями. Вешаются какие-то ветвки, кладется трава, делается, может быть, иногда в некоторых местах можно увидеть венки такие, которые даже кладут на светки Тары. В память об этом. В какой-то момент вильнинский Гаон, рабе Ильяу из Вильна, по-русски это говорят, вильнинский гений, он аннулировал обычаи ветки класть по каким-то соображениям, может быть, потому что елочки начались и так далее. Трава и цветы принято у всех. Те, которые не следуют обычаю вильнинского Гаона и, да, пользуются ветвями деревьев, должны знать несколько моментов, которые заранее учесть. Во-первых, конечно, в субботу и праздники мы не отрываем растения, не отрываем деревья. В Торе есть запрет портить плодонесящие деревья. Это называется заповедь Бальташхит, запрет Бальташхит. И поэтому для цели украшения домов и синагог пользуются деревьями неплодонесящими. В год шмиты надо таким образом их резать, отрывать, чтобы они не улучшали рост всего дерева. То есть необычным способом, как это делать для того, чтобы улучшить рост других веток и дерев. Естественно, резко это об этом говорить, даже не надо. Резко деревьев должно происходить, этих ветвей, травы и так далее, цветов, в таких территориях, когда это получено разрешение, либо никому не принадлежащих, никому абсолютно, чтобы не было здесь запретов, связанных с воровством, пользованием чужими вещами и так далее. Еще одно название праздника Шавод – это Ацерет. Почему такое название Ацерет? Ацерет – это по-русски примерно переводится как какая-то остановка, остановка от чего-то, завершение чего-то, прекращение чего-то. Прекращение работы, потому что, в принципе, во все праздники есть какие-то заповеди, специальные атрибуты этих дней. В Песах мы кушаем Ацу. У нас есть четыре стакана вина, которые мы пьем, еще какие-то вещи. В Сукот у нас Лулав, Итрог, Сука, в Рошашаду у нас есть Шофар. В праздник Шавод нет никакого атрибута, нет никакого специальной заповеди. Чем этот день, естественно, отличается от других дней? Что в этот день запрещены работы. Те работы, которые обычно запрещены во все праздники еврейские. Еще один момент есть, что если в Песах и в Сукот есть полупраздничные дни, в которых разрешена, в принципе, работа, то Шавод, поскольку это один день, весь праздник он запрещен в работу. Тоже его более логично называть Ацерет, например, прекращение работы, чем остальные праздники. Мы говорили с вами о постоянном процессе получения Тора, каждодневном, каждочастном. Есть интересный закон, который приводится в Шолхан-Рохе, в своде еврейских законов. Каждый канун праздника запрещено из-за опасности для здоровья, для жизни заниматься различными медицинскими вмещательствами, которые связаны с потерей крови. Это может быть операции, это может быть донорство, это может быть анализы сдавать, анализ крови. Написана интересная вещь. Поэтому, поскольку в канун праздника Шавод каждый год выходит такой черт, которого зовут Тавуах, так написано, Шет, черт, Тавуах, который выходит каждый раз и говорит, что если евреи не получают Тору, я поражу их тела, поражу их кровь, выпью их кровь. Из праздника Шавод, мудрецы наши, чтобы случайно люди не забыли и не подвергли свою жизнь опасности, мудрецы постановили, что запрещены медицинские вмещательства в канун всех еврейских праздников. Есть некая разница, что если, например, праздник попадает на следующий день после субботы, на воскресенье, не обрешен, то если это другие праздники, то в канун субботы, который предшествует к празднику, разрешены медицинские вмещательства такого рода. Если говорится о празднике Шавод, то даже канун субботы, который в принципе это не канун праздника, а за день до этого, медицинские вмещательства запрещены. Естественно, что если это необходимо для здоровья, и врачи говорят, что не терпит отлагательства, то понятно, что это разрешено все необходимые операции, все необходимые медицинские действия произвести. Но если есть возможность это перенести, то надо знать, что это время нехорошее для проведения такого рода медицинских вмешательств. Подобно всем остальных праздникам, естественно, что законы, что разрешено делать в празднике или нет, они одинаковые, как для Песаха, для Хаскота, Рушишаны и что-то. И поэтому мы не будем углубляться в общие запреты праздника. Поговорим о каких-то конкретных вещах. Ясно, что как и в канун других праздников, есть заповедь побриться, постричься, одеть чистую, искупаться, одеть чистую одежду, постричь. Но где-то, ясно, из которых в Микву ходят, так и не идут в Микву, готовят на праздник вкусные блюда, питье, еду. И что интересно, чем праздник Шабот в этом плане отличается, есть в одном из трактатов Вавилонского Талмуда «Спор мудрецов». Некоторые считают, что можно праздник отметить так, что человек может целый день провести в синагоге, молиться, изучать Тору. Это праздник ради Бога. Другие говорят, что нельзя так делать, необходимо обязательно есть, пить, наслаждаться, дать телу отдых, покой и наслаждение. Что интересно, что все согласны, там разбирается и Шаббат, там разбирается и Пурим, там разбираются все праздники. Что интересно, что Шабот, все согласны, что необходимо и Баинин Гамлахэм. Все согласны, что надо, чтобы тело тоже получило удовольствие. Почему? Показать, что дарование Торы желаемо нами, что это праздник для нас, и что мы его празднуем всем нашим существом, всем нашим нутром, и душой, и телом. Поэтому есть особенный момент, исходя из этого, уважить этот день вкусной едой, какими-то напитками особенными. И принято устраивать трапезы молочные. Хотя бы одну. Есть такие, которые вечером устраивают молочные трапезы, а потом днем мясную. Есть, которые с этим немножко спорят, потому что праздник, в принципе, две трапезы было бы хорошо. Есть мясо, которое является как бы радостью праздника. Мясо, говядины, пить вино. Поэтому есть другие обычаи, которые вечером едят мясное. Утром делают небольшую трапезу молочную, ждут необходимое время. И потом делают еще одну трапезу, уже мясную. Естественно, никаких поблажек и отступлений от законов в плане разделения между мясным и молочным тут быть не может. Никакие обычаи это не могут разрешить. Есть специальные законы, как это делается. Выжидается после мяса 6 часов. После молока принято ждать молочных продуктов полчаса. То есть, там, частности своего рода. Необходимо, чтобы между трапезами было обязательно прочитано благословение после еды. Если это с хлебом туберка Амазона, если это про харфовна. Чтобы были руки чистые от молочного, чтобы рот был, не было во рту молочных крошек, творожных крошек и так далее. И так далее. Это по тем принципам, как всегда, есть у нас те законы разделения между молочным и мясным. Поскольку есть заповедь высчитать точно 49 дней, то принято, Мариев, вечернюю молитву Шавота начинать немножечко позже, чем обычно, когда уже точно выйдут три средние звезды, когда точно наступит уже новый день, с тем, чтобы все дни Сферата Омер, счеты Омера по Омеру были цельными. Все они были просчитаны, последний день завершился, и тогда мы можем начинать праздник. Еще вот. женщины, которые зажигают свечи, они произносят благословение на зажигание свечей, и Мроху Шихияну, то, что дал благословение, что дал нам Всевышний дожить до этого радостного времени, могут они в этот год, перед этим праздником, делать, как всегда, хотя зажигание происходит заранее, до выхода звезд. Есть такие, которые зажигают после выхода звезд, там вообще проблем нет. Мужчина, который зажигает свечи, он не говорит благословение Шихияну, то, что дал дожить до этого времени, он ее скажет во время Кедуша праздничного. Молятся праздничные Марьев, возвращаются домой, устраивают праздничную трапезу, поют песни, веселятся, а затем принято возвращаться вновь в синагогу или в Бетмидраж, или в Беткнесет, там, где происходит изучение Торы. Эту ночь принято, что многие идут в синагогу или в Бетмидраж и всю ночь изучают Тору. Написано в книгах, что тот, кто эту ночь посвятит изучению Тору и не пойдет спать, будет бодрствовать всю ночь, изучая Тору, он может быть уверен, что до конца года с ним ничего не случится плохого. Естественно, что кому это тяжело, по состоянию здоровья, он не привык и так далее. Человек, который будет просто так сидеть и не учиться, как будто он спит, разницы нету. Естественно, в таком случае человеку следует пойти отдохнуть, чтобы праздновать на завтра с новыми силами, быть бодрым и полным сил. Также человек, который беспокоится, что если он вдруг эту ночь не поспит, утром во время молитвы у него будут закрываться глаза, он не сможет сосредоточиться, молиться Всевышнему как положено, естественно, что надо это продумать заранее, сколько бодрствует, сколько отдыхать и так далее. В отношении человека, который всю ночь спит, есть несколько моментов, которые здесь можно упомянуть, хотя они связаны в принципе с общими законами, но в данный момент они очень актуальны, потому что когда такое бывает, что человек всю ночь не спит, например, во время праздничного изучения атор и шавота, есть многие люди, которые выходят иногда выпить, что-то закусить и так далее, есть такой момент разрешить это может быть можно, чтобы в начале человек, который знает, что он постоянно будет пить, например, чай, кофе и так далее, какие-то напитки, что-то постоянно понемножку есть, чтобы он в начале сам вам сказал благословение на эту еду или напиток, имея в виду, что все, что он будет есть и пить, это включено в это благословение. Но лучше, когда все-таки промежутки, они не постоянно происходят, процесс питья, как это бывает обычно, через какое-то время выпить, сказать на это благословение, если это необходимо, после питья, съесть, сказать, а потом, когда надо будет, еще раз благословить, это лучше. Люди, которые курят в течение всего года, к сожалению, в принципе, это очень иудаизмом нежелаемо не принимается с радостью, может, даже есть такие, которые это запрещают, раввины. По крайней мере, в Йомтов надо постараться предложить все для этого силы, чтобы не курить, потому что, по мнению, если не всех, то, по крайней мере, большинства серьезных раввинов, курение в Йомтов запрещено, это зажигание огня, не для нужд еды, едой это не является, многие люди не курят, это для них не еда, поэтому, если есть минимально какая-то возможность, чтобы не курить в Йомтов, даже злостным курильщикам желательно воздержаться от этого. Человек, который не спал всю ночь, есть определенные законы в отношении некоторых благословений, относительно благословения об обамении рук, то, что мы делаем три раза с утром, в отношении благословений на Тору, в отношении Брахи, благословения Лукану Шама, в котором мы говорим о том, что Всевышний возвращает нам душу, и в отношении благословения Ама Вершина, который Всевышний, который убирает сон с глаз наших. Что касается на Тилатидайм, то человек, который всю ночь не спал, когда он видит, что приходит время Алота Шаха, это примерно час пятнадцать, час двадцать примерно до того, как начинает светать, в это время желательно сделать омовение рук. Теперь, омовение рук в ситуации, когда человек не спит, делается без благословений. Если он был в определенных ситуациях, да, есть возможность сказать благословение, например, если он был в туалете, не всегда это помогает, перед молитвой в туалете иногда можно сказать благословение, лучше всего тот человек, который спал и пришел сейчас в синагогу и собирается делать омовение рук, послушать от него благословение, и это засчитается на тот случай, если я должен это говорить, что это я сказал. Благословение Лукайны Шама, то же самое, человек, который всю ночь не спал, он не говорит благословение о возвращении души, и поэтому он желательно, чтобы это послушал от другого человека, который в этой благословении точно обязан сказать. Благословение Анатору, если человек спал полчаса хотя бы в дневного сна, когда он в канун праздника, то он утром может сказать благословение Анатору, тоже желательно, чтобы он услышал у другого, чтобы другой человек сказал, имея в виду того, кто сомневается, надо это говорить или нет, поскольку в этом и сомнения какие-то, того человека, который всю ночь не спал, чтобы он имел в виду. Что будет в ситуации, когда человек спал полчаса и нет никого, кто бы сказал вместо него, он говорит сам. в этом случае желательно в момент, когда говорят благословение Анатору в канун шавота, утром, иметь в виду, что мое благословение, оно действительно до утра, до Алота Шахара, а потом после этого оно прерывает свое действие и тогда это будет намного лучше. Я тогда смогу, еще раз, когда нет других людей, которые мне могут сказать благословение, услышав их, я как будто сам говорю, в том случае я могу тоже, я могу сам сказать. Есть тут определенные частности, например, что будет, если человек в начале ночи, поспал какое-то время и не собирается больше спать, либо он поспал, потом собирается еще немножко поспать и в перерыве между сном он учится, как это быть с благословениями Анатору, как это быть с благословениями другими. Есть много частностей этого, этих законов, поэтому в каждом конкретном случае должно быть как-то это выяснить в том месте, где он находится, кому это будет актуально. Основные основные принципы я постарался упомянуть. молятся утреннюю молитву, утренние благословения, молитва праздничная, как обычно, это во все праздники бывает, до того, как начинают читать Тору, в этот раз читают те места Торы, которые говорят о Шавоте в одном святке Торы, в другом святке Торы говорится про те жертвоприношения, которые в Шавот приносились. Пять человек читают в одной и шестой во втором святке Торы. Но до того, как еще выносят святок Торы, у ашкинадских евреев принято читать святокрут. Почему святокрут? Во-первых, надо понять, во-вторых, у нас есть принцип такой, всегда в иудаизме, если есть две заповеди, одна, которая постоянно повторяется, а другая редкая, это сначала надо делать то, постоянно. Чтение Торы у нас бывает часто, каждую субботу два раза бывает, утром и днем, в течение недели еще два раза у нас бывает чтение Торы, плюс праздники, праздники, посты и так далее. А святокрут мы читаем раз в году. Почему вдруг здесь мы читаем святокрут до чтения Торы? Ответ на это таков, что поскольку чтение Торы это обязанность, а святокрут читать, это обычай. Поэтому, во-первых, по этой причине здесь правило тадир, шейна, тадир не работает. то, что постоянно не менее постоян, должно быть постоянно раньше, не работает, потому что это два разных рода законов. Это обычай, это обязанность. почему мы приобреждаем чтение руд, потому что показать, что это за этот обычай нам любим, его любим, мы хотим показать, что мы хотим очень слушать этот свиток, почему свитокрут, есть очень много объяснений интересных этому, каждый должен опять же немножко этим заняться, посмотреть, что и как, о чем говорит этот свиток, во-первых, говорится о праматери царя Давида, руд, она была прапрапрапрапабушкой царя Давида, царь Давид, великий певец Израиля, он согласно еврейским источникам умер в Шавуот, связь другая со свитком руд, что все то, что руд каким-то каким-то образом попало в историю еврейского народа, потому что существует такая дроша, такое учение мудрецов в наших благословенных памяти. Когда Тара говорила, что из Муавитян по некоторым причинам очень веским не берут геров, все народы могут стать евреями, кроме некоторых. Один из них это Муавитянин. И мудрецы наши учат, что это Муавитянин, а не Муавитянка. Из-за этого учения, которое является частью устной Тары, вся история царствования еврейского народа царь Давид и все, кто были против после него. И тот царь, который будет помазанником в наше время, который вызволит всех евреев, соберет вместе и при котором будет построен третий храм, он тоже потомок Руд. Что этим хотят намекнуть нам? Говорят, что Тара, которая была дана на горе Синай, она идет вместе бок о бок, две Тары, письменная и устная. И невозможно без устной Тары понять, изучать, исполнять письменную Тару. Это еще одно из объяснений. Есть, кроме этого, еще много всяких намеков, интересных объяснений тому, что мы читаем Свитокууту. В Пурим читают Свитокистер, он более считается обязательным, поэтому Благословение от Тары, поскольку это только обычай. До того, как Коин, который вызывает первые мактори, начинает говорить благословение на Тару, принята в некоторых общинах говорить Агдамут. Это такие красивые, очень поэтические предложения, четверостища, которые говорятся на армейском языке, неискушенному уху их тяжело немножко понять, если заранее не подготовиться. Есть такая возможность заранее рассмотреть их, посмотреть, там написаны очень красивые, очень интересные вещи, и желательно понимать то, что говорят, естественно. Остальная вся молитва продолжается, как обычно, нет никаких особенностей, возвращаются домой, устраивают трапезы, как уже было сказано, каждый согласно своего обыча, некоторые молочное, потом мясное, некоторые только молочное, некоторые только мясное, и так далее. Что касается ночного обучения, что учат, что изучают? В принципе, есть древние обычаи, которые корнями ходят времена еще Мишны, Зор, то есть какие-то источники в Зоре, более позднее поколение, Аризаль, родной Шикардоверо, был установлен специальный тикун Шавоот, специальный такой сборник, по которому принято было тогда, и многие сейчас следуют этому обычаю, учат этот тикун. Что там такое? Там начало всех еврейских источников, есть начало пяти кникторы, начало всех пророков, писаний, начало всех Мишнает, Мишны, куски из Талмуда, начальные части Изора и так далее. То есть это достаточно большое количество материала, которых хватает на всю ночь. Многие писали, что это великие происходят процессы на небесах и на земле, благодаря тому, что евреи в эту ночь читают тикун Хацот. Но тем не менее, тот, кто хочет изучать другие вещи, не возбраняется, кто хочет читать письменную Тору, устную Тору изучать. Насчет Мишны, изучения Мишны, есть спор каббалистов. Некоторые считают, что это хорошо изучать Мишну в эту ночь, некоторые не советуют. Это каждый должен выяснить, решить для себя, согласно какому мнению он следует. Но естественно, одно понятно, что человек, который ради небес, ради Тора изучает Тору и принимает на себя все, что он учит, эта ночь имеет огромную силу для него лично и для всего мира. Мишну Те, которые носят только талит-катан, а утром в утренней молитве не одевают талит-гэдоль, то утром им не надо будет благословить на талит-катан, поскольку они провели в нем всю ночь. Было бы хорошо, чтобы они послушали благословение тех, кто говорят на талит-гэдоль, благословляют, и им засчитывается это, что они тоже говорят благословение, но самим говорить не следует. Тот, кого вызывают к Торе, есть в чтении Торе один момент, в праздник Шавуот, читается 10 речений. Есть обычаи читать их, в некоторых местах читают их, как говорится, бетама тахтон, в некоторых бетама аэльон. Дело в том, что там, где говорится в Торе о 10 дебротах, 10 речениях, 10 заповедях, которые были получены на горе Синай, сами заповеди, они не всегда соответствуют с завершением предложения. Поэтому есть такие общины, которые в течение всего года, естественно, следует общему положению ставить точку там, где она должна быть. А в праздник Шавуот есть такие общения, которые читают это, ставя завершительную, делая завершение, делая какое-то, завершают чтение после каждого речения, после каждой заповеди. Не убей, не укради и так далее. Принято стоять во время чтения этих заповедей. Теперь тот человек, которого вызвали на чтение 10 заповедей, есть положительный момент, такой обычай, чтобы он сказал предложение одно из Тейлим, 18-е предложение из 68-го псалма. Хотя написано в законах о праздниках, что запрещено танцевать в празднике, тем не менее, во многих местах принято танцевать в праздник Шавуот. Когда спросили у Рабшлома Залмануэрбаха, Захрана Цадикли Врахам, благословенная память праздника, который чуть больше 10 лет назад скончался, был один из величайших раввинов нашего времени, он сказал, ты бы хотел, чтобы тебя на свадьбе танцевали, так и Всевышний хочет, чтобы во время его свадьбы танцевали. День дарования Тара – это свадьба Всевышнего. Поэтому нет в этом запрета, это поощряется, танцы веселые, тем более, что обычно, когда это делается, люди становятся в хоровод, в круг, и танцуют, поют песню. Это разрешено. Поскольку в этот день Йорцайт, день смерти царя Давида, Давида Мелеха, то есть особенный момент положительный в чтении Тейлим в этот день, у кого есть возможность прочитать Тейлим немножко, всю книжку закончить, в этом есть большая сила. Те, кто женат, замужем, супружеских пар, касается еще один такой момент, что согласно Кабале нежелательно вступать в интимные отношения в день Шавота. За границей, когда это два дня есть, которые пишут, что в странах диаспоры это касается боевых дней, хотя по букве закона это разрешено, тем не менее, есть такой момент, не воздержаться от этого. Есть такие, которые хотели сказать больше того, ведь есть три дня Кабалы, то есть три дня перед дарованием Торы Маше заповедовал еврейскому народу не приближаться мужчинам к женщинам, не исполнять супружеских обязанностей. Есть такие, которые взяли на себя это и в наше время, три дня до Шавота и плюс Шавот. Но Аризаль, например, он не пишет об этом, и то, что говорит, это только о самом дне Шавот. Завершение праздника, как обычно, говорится, Авдала на стакан с вином. Не произносится благословение на благовоние, не благословляют на огонь, поскольку огнём можно было пользоваться для нужд готовки еды. Следующий день после праздника – Исрухак. И как после всякого праздника, следующий день принято делать как бы таким немножко праздничным. Одеваются более празднично, готовят еду более праздничную. Но какая причина в том, чтобы этот день отмечать особенно, следующий день после праздника – Исрухак. Есть несколько причин этому. Согласно некоторым мнениям, в этот день ещё, это в основном более каблистическое такое отношение, в этот день ещё есть какое-то сияние того дня, ещё продолжение праздника в этот день. Есть, которые говорили, что поскольку за границей, в странах диаспоры, наши братья продолжают соблюдать второй день, для них продолжаются праздники второй день, то мы в солидарность с ними делаем здесь, в Израиле, Исрухак, дополнительный день, немножечко продолжить также этот день. Те, которые не могли принести жертвы во время шавота, они продолжают приносить их на следующий день после шавота, и в принципе все во время храма, все семь дней после шавота можно было принести жертву. Были даже такие раввины, которые говорили, что тот, кто забыл сказать благословение Шихьяну на шавуот, в тот момент, когда мы говорили кедуш, праздничный шавот, и говорили благословение Всевышнего, что дал нам дожить до этого времени, кто-то забыл сказать Шихьяну, были такие раввины, которые хотели сказать, что все семь дней можно сказать, закон не так, что тот, кто забыл сказать Шихьяну, он не может это восполнить потом. Что да, можно восполнить в течение семи дней, это есть важный такой закон, который касается всех праздников. Обязан каждый человек посетить своего раввина, своего учителя Торы, человека, который он спрашивает закон и так далее, во время праздников, во время трех праздников, Песах, Шавот и Сукот. Если в Песах у нас есть неделя, в Сукот есть у нас неделя, то в Шавот есть у нас только один день праздничный. Тем не менее, эту заповедь посвятить своего учителя, ее можно выполнить все семь дней. С новомесяча Сиван, и все эти семь дней, все эти семь дней, когда можно было восполнить во время храма, приношения жертв, то есть первые шесть дней, это до праздника Шавот, и плюс семь дней после него, двенадцать дней, до двенадцатого Сивана. А за границей некоторые, до тринадцатого Сивана, не говорят Тахану, с новомесячья, и до двенадцатого, тире тринадцатого Сивана. Эти дни являются особо, особо такими веселыми, радостными. В эти дни запрещено, запрещено поститься, и оплакивать, так называемые, нагробные слова прилюдные, если вдруг умирает человек. Кроме исключения, заставляет, как всегда, мудрец Тары, который всеми признан, и в его присутствии можно, говорят, говорят нагробные, надгробные речи. В противном случае, запрещено любое, любой траур, любые проявления траура, и посты. В праздник Шавот, если во остальные праздничные дни, даже в субботу, разрешено поститься, если кто-то плохой сон увидел, где-то принято это делать, сейчас, может быть, не все это принято, не у всех. По крайней мере, в те времена, когда это было принято, в Шавот это было все равно запрещено, это особенный день, когда пост никак не приемлемый в этот день. Пожалуй, мы с вами осветили практически все законы, вкратце, конечно, законы, обычаи этого дня, этого веселого праздника. Естественно, на нас обязанность возложена большая, смотреть, понять, проникнуться духом этого дня, посмотреть на него со всех сторон с точки зрения его морали, философского смысла, что несет нам этот день. Что было бы с человечеством, если бы этого дня не было? Было бы оно вообще или нет? в некоторых местах слышится, что если бы не дарование Торы, если бы не было тех, кто Тору приняли, изучают и соблюдают, не было бы ни земли, ни небес. Изучается из специальных посоков, из специальных предложений в Торе. есть интересный метраж, немножко он непонятный, немножко сложный. Написана там такая вещь, Мушарабей, но есть известный метраж, когда Моисей поднимается наверх, на небо, чтобы получить Тору Всевышнего, ангелы начинают возражать после этого, против этого. Как это, рожденной женщиной, сделанной из мяса и крови, получить такую великую сокровищницу, такое великое сокровище, которое ты держишь у себя на протяжении почти тысячи поколений, ангелы были уверены, что это не для людей. Этот мандряж известный, написано, что Всевышний вступается и говорит, Мушарабей, ответим, Мушарабей говорит, вы разве из Египта выходили, есть ли у вас дурное начало, и спрашивает их несколько таких, как говорится, кушьё, таких тяжелых вопросов, которые ангелам ничего не остается сделать, как согласиться. Есть другой мандряж, у меня известный, наверное, там говорится так, что Всевышний превращает лицо Маше в лицо Авраама, и как бы заслугу Авраама, там уже ангелам меньше, меньше, что как бы возразить. Это не очень понятно, какая в принципе большая разница, он рождён женщиной, и Мушарабей рождён, Авраам пратьяц наш рождён женщиной, и Мушарабей женщиной. В чём разница по большому точку? Видел я интересное объяснение в одном месте, можно об этом подумать, это пища для размышлений, как любой метраж, есть много, 70 взглядов есть на одно и то же событие, которое описано на вторе, и здесь есть много всяких взглядов, скорее всего, может быть много объяснений. Объяснение очень простое, очень наивное, которое я видел в одном месте. Авраама Вину, сколько-то поколений после него Мушарабей, как произошло изменение, какой процесс шёл в... Авраама родился, было 12 колен, их порабощали в Египте, как они в тех условиях невероятных могли сохранить человеческий образ и так далее. Ангелы, как они были, так они есть, они не двигаются. Равицхак Зильбе захранаться дикли враха в своей книге «Остаться евреем», он пишет, по-моему, даже это на обложке написали, что если бы ангелы были бы в том положении, которое евреи выдержали, ангелы бы этого не выдержали. Я недавно видел случайно совершенно, что примерно такие же слова написаны в книге «Зор». В одном из мест, что в каких-то определенных вещах ангелы могут даже не выдержать тех вещей, которые выдержали евреи. И то, что Всевышний хотел показать, вот от Авраама до Муше вы видите, что происходило, как человек над собой поднимался, какой был рост, какая была динамика, как это было все непросто. И в этот момент ангелы соглашаются, что дай человеку должна быть донатора, на земле она должна выполняться. «Зор». Аминь. Продолжение следует...